Он звонит и говорит, мам, все в порядке, ты не переживай, все нормально. А я еще не видела этих новостей. У меня по телефону не приходит оповещение сразу про новости. Я говорю, ну молодец, да. Я, говорит, домой уже еду, ну все хорошо. И тут у меня доходит, а где ты был-то хоть? Что случилось-то, что ты говоришь, что все хорошо? Да вот в Крокусе стреляют. Мам, ты давай домой, там по всей Москве сейчас все очень страшно. Я говорю, хорошо, да-да-да. И потом уже начали читать новости с сотрудниками. Ну он уже подъезжал уже к дому. Друга искали, выискивали до часу ночи, да, нашелся он, слава богу. Мне только удивительно, что и все вещи остались, и чудом у него телефон сохранился с собой. Именно в этот день он всегда его куда-то клал, а здесь он остался. Вот, и, ну то, что быстро принимал решение. Наверное, не знаю. Ну хотя, в принципе, не ожидаешь. Мы же не знали, что такое произойдет. То есть, и прямо сейчас на нас что-то может упасть, мы умрем здесь. Мы, типа, не ждем смерти. А что ты в этом моменте чувствовал, когда был страх или уже, может быть, жизнь упрощался? Что думал вообще? Я думал, на самом деле, типа, вот если пуля в тебя прилетит, насколько это больно или что-то такое. Вот, но потом эти мысли отбросил, просто начал переживать за людей, которые там остались в зале. То есть, им еще хуже, чем нам. Мы-то хотя бы на улицу успели выбежать. Вот, и помогал людям, которым мог помочь. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.